Купаловский театр в весь опошний час рихтовался до Чарговой Буры. Ураган запалу в Местачковом кабаре с каждой репетиции набирал мост, как бы срушить глядача. И вот, отбилось. Отбилась премьера нового спектакля «Местачковая кабаре». Мостовский руководитель театра и автор идеи Миколай Пенигин решил пофантазировать на тему иснования на Беларуси негде на начале 2019 года «Соправдного кабаре». А почему нет? Над постановкой працавали с задовольнением. Театр повинен быть розным, упылнены актеры. Театр повинен давать на году не только задуматься, а и расслабиться. Тем более, что глядачу предоставляется мягчимость потрапить в дивную атмосферу того часу. Ну, это отсюда, это опынуться в тот час было бы супер. Ну, хотя бы на годинку. Просто побачить, поглядеть, посидеть в зале. Ах, как бы ты не была моя супруга. Ох, какая драма. Просто флёгный малый. Ах, как бы ты не была моя супруга. Наверное, рассказать ей не смогу. Ганна Хитрик четыре раза за спектакль меняет парики. Александр Козела переутворяется у гротескного кабаретиша. Заслуженная артистка Республики Беларусь Зоя Белохвостик выполняет ары из оперы Фигара. А народные артисти Беларуси Виктор Манаю и Сергей Журавель разыгрывают перед поваженной публикой габрейские жарки. Вы же сами хотите, как я отдал вам 800 слов. А я позвечу Робиновича. Робинович Райдман. Райдман Гутман, Гутман Манн. Вы мне. И никто их не потратил. Заходняя Беларусь, 30-е годы минула гестагодзя. Складанный, изменливый и насыщенный час, полное чувание счастья и свободы. Якими сроками окромя музыки можно это передать. Никто плакнул за меня, если можно сказать ни слова, вы, напевно, все знакомы, ары скажа, нет! Танцорки у спотнем, гладко зачесанные волосы, смокинги, халаты, модные блескучшие сукенки и костюмы в клетку. Все от первой до опошней детали поведает атмосферу того часу. И весь этот стиль – адвестирование таринту цудовного мостака-постановщика Оленой Груши. Вельми добра во всей этой истории с творами известного польского автора кабаретных песен Марьяна Хэмара и музыкой польской композиторки Анды Кичман отчувала себя и запрошенная зорка постановки. Беларуський бард, музыка, литератор и шоумен Виктор Шалкевич. Подчас спектаклю юн выконывая три свои песни и докладно ведая, какая публика должна прийти на этот спектакль. Публика, которая хочет подшить от турбота, от клопотов, что где он нагажет себя, она просто должна прийти, так сесть и, видать, нечто там расшпилить в себе. А еще на сцене можно убащить рояль, футболаз, тарт, ларнет и ударную станок. Его артист испугалась под актриментом жилых артистов. А в душе 20-летний, дарует Владимир Курьян. Перекладки на скрипке, восканаливать бокал, актором допомогал и педагог, но силой мою бандя. А балетмайстер Наталья Крачевская подказывала, як разобраться у польца, канкани и инших танцах. Я очень благодарна за то, что в таких склонанных умовах, когда репетиционных помешканья не хватает, без люстерка все смогли максимально отлюстровать то, что мы от них хотели. Дорога, что возник этой спектакля, он так показал, что театр драматичный, в яким судовно пяются и танчутся. Это вельми добро. А кроме драматичных каких спектаклей, есть вот такие. Это класс. Я думаю, что актеры Купаловского театра способны на все. Если это заинтересовывает, потому что они профессионалы в своем деле. А профессиональный актер владеет голосом, телом и словом. Я вельми гоноруссия, что я працую разом с такими молодыми, талиновитыми акторами, які могут спевать, так танчать и в оголе. Но это то, что повинен иметь сучасный актер. Это просто и наш театр, гэтан Волода. Я просто вельми счастливый быть в дельничестве гэтым святи. Театр пропанує нам весь спектр эмоций. Так что, коли вам можете, не хапая глубоких переживаний, вы без клопот узнадите их тут. Наполняйте свое життё. До встречи в театре.